здравствуйте друзья понедельник утречка новая неделя 4 дня страна гуляла в четверг у нас был сенс гивинг в пятницу мы отдыхали от сенс гивинга потом два дня выходных в общем сами понимаете устали устали отдыхать едем на работу что еще сказать сегодня так называемый cyber monday то есть кибер понедельник так если мы уж так дословно переведем ну с того момента как появился интернет и интернет продажи и так далее ты все-таки уже на самом деле 20 лет было в этом году да нет 20 21 21 как появился интернет и все эти дела и соответственно вот этот понедельник после сенс гивинга 1 то же самое такой black friday значит вот этот black friday который в пятницу живы живьем в магазинах а в понедельник в онлайн его ну и соответственно каждый год растут продажи вы понимаете сами что объем онлайн и вы торговли растет и как бы сейчас у нас уже люди покупки делают и с телефона из планшетника и бог знает скоро зажигалок начнут приобретать что короче все это размножается плодится совершенствуется и вот другая тенденция к этому идет что а чё нам monday правда чё нам мы можем круглый год так в принципе а можем но в связи с праздником и так далее расплыться на несколько дней и в общем-то распродажи такие онлайновые начинаются уже из-за месячишка до так стало расплываться вот в частности сообщают что в этом конкретном сезоне ожидается что продажи в cyber monday вот сегодня онлайновые продажи будут примерно на том же уровне на котором они были за вот эти вот там пару дней тоже в онлайне то есть вот этот черный friday black friday раз размывшиеся там на несколько денечков если посмотреть не то что купили в магазинах в магазинах там сумма в общем-то не не такая безумно большая а вот в онлайне так вот получается что cyber monday в общем-то от black friday онлайн его не сильно и отличается то есть даже black friday в основном покупочки то все были именно в онлайне в общем такие тенденции а сумма если вас интересует значит сегодня ожидается что продадут где-то на 3 и 3 миллиарда долларов будет сделано покупок ну и соответственно вот за предыдущие там пару-тройку дней тоже на такую же примерно сумму было сделано покупок а то что они уже там живьем покупали от мелочевка можно даже в этом пренебречь я не помню сумму называлась но что-то такое там не существенно до миллиарда существенно там может быть 300 миллионов там 400 такого плана то есть совсем ничего по сравнению с онлайном убивается убивается розничная торговля вот этим всем делом и как бы люди которые в состоянии все-таки продавец да он должен и с клиентом поговорить и обслужить и может быть чем там ему дополнительно продать там объяснить и так далее вот посоветовать сейчас вот работа этих людей заменяется работой тех которые на склад на складах там покупчики в коробку положил лейбл наклеил и там отправил куда так что к вопросу о нашей такой вечной теме о том что вымывается какие-то работы и заменяются другими где легко роботизировать собственно онлайновая торговля это уже значительной степени автоматизированный процент правда то есть вы полазили там по каталогу оформили покупку произвели платеж уже там людей для этого не надо ну вот все что осталось там упаковать и в коробочках от и отправить вот такого плана вот опять же дожди вот у нас сейчас мы с вами едем вроде сухо но вы видите тучки такие все-таки тучки есть ночью был дождь и вообще это радостное такое событие значит уже несколько дней подряд дождит и так от души дождит хорошо я перестал следить вот в этом году за уровнем воды в разных водохранилищах а то знаете было время когда новости вот смотришь такие но обычные по телевидению так там вот когда засуха такая была вот мы только приехали там 25 лет на 26 и вот каждый раз там как дождь идет значит сообщают в таком-то водохранилище поднялось там настолько это от нормы на исток от на то 25 процентов там 32 и вот они каждый раз как дождь они радовались как дети буквально как дети радовались ну такая жизнь значит теперь давайте камеру немножко на себя может быть тут говорят что улица будет ваша уже знаем можем пешком там или завязанными глазами доезжать давайте я так значит попробую сегодня я хотел попытаться но вот сейчас по времени я наверное успею я хотел ровно в 11 часов по нашему соответственно это будет в 10 вечера по москве я хотел попытаться сделать онлайновую трансляцию в прямой прямой эфир потому что обычно мы его делаем в субботу в 9 утра по москве а тут значит у нас все больше и больше блогеров подключается к этому процессу вот наталья квик которая тоже так вот включилась недавно и она говорит что у нее трансляции вечерние то есть вот по снг да ну там и так она в два часа там когда у них во флориде два часа я думаю но и у них два ночи у нас 11 давай попробуем вот так что у меня есть еще 20 минут но я подъеду попробуем еще получится утверждение было такое что много народу собирается то есть у нас в трое больше подписчиков но вот в той в тех нескольких трансляциях которые у натальи были там собирается в полтора в два раза больше народу чем у нас и я не знаю почему это происходит то есть либо у нее просто аудитория такая более восторженная что ли вот женская приходит там сказать там чуть доброе доброе а у нас может быть больше народной информацию настроенную но не факт у нас тоже есть люди которые любят так потусоваться виртуально так что хотел попробовать что получится мысль интересная ну вы увидите что получится вы может не увидите сколько там народу было если только не будете живьем участвовать более того это видео пойдет в эфир то есть в эфир это видео окажется на ю тубе после того как я эту трансляцию уже проведу потому что мне некогда будет делать это видео я сразу приду там начну настраиваться и пойду в онлайн понедельник для меня такой день как бы ну не выходной но у меня нет appointment есть правда урок вечером в онлайне там 6 до 7 вечера а так я целый день подчищаю какие-то хвосты общаюсь с кем недообщался если там интервью какой-нибудь заснять это вот самый лучший день для меня чтобы прийти и заснять вот и я подумал что если уже не в дневное время писать прямой эфир проводить до туда это понедельник потому что во все остальные дни у меня с 11 начинаются appointment то есть таким сутричка и должен себя немножко прийти там почте посмотреть там может быть пару звонков каких-то срочных сделать то что накопилось за ночь а с 11 уже идут appointment кому резюме кому там поговорить за жизнь вот и понедельник на самом деле единственный день когда можно там с 11 тогда до часу например быть в линии и и чтобы не никак не повлияло на наше основные дела то же самое как вечером я когда из дома делаю тоже на основные дела не влияет но просто спать поздно отправляешься хотя сейчас начал пользоваться будильником и надо сказать что наши модераторы которые в онлайне у нас появились экономит много времени там иногда бывают какие-то жалобы что там чего-то они чересчур строго вот но мы мы совершенствуемся то есть у нас skype есть группа для модераторов и мы обсуждаем как прошло и на что внимание обратить и так далее процесс требующий настройки мне там кто-то написал уберите там неадекватных модераторов ну они все адекватные просто мы должны настроиться на на то что подлежит удалению что не очень подлежит удаление потому что в принципе в онлайновых трансляциях я когда иду на вопросы отвечаю если там возникает какая-то ветка в общении между людьми и эта ветка никак не связана с тем что я там делаю то есть отвечаю на вопросы то как бы если это связано с темой и ну допустим там затронули тему а кто-то ссылку дал или сказал где там ресурс какой и так далее нормально но если вот люди просто друг другом беседуют как бы вне вне контекста трансляции дом мы говорим но это наверное надо убрать потому что это же там чатов много разных это же не просто чата все-таки ты чат в котором там люди пришли зачем-то и время тратит и хотят что-то услышать и как бы мы должны на них сфокусироваться соответственно это это помимо того что там есть просто как бы люди которые приходят на мусорить это это отдельный разговор об этом речи нет речи это вполне адекватных но просто если они препятствует такому успешному прохождению по вопросам то значит модераторы там стараются расчищать площадку вот поэтому мы должны настроиться это это не простой вопрос до всякого случая для нас непривычный но они адекватные очень но действительно это экономит много времени у меня поэтому я намного намного эффективнее в этих трансляциях ну что еще вам рассказать у нас тут пересчет голосов затеяли но не то чтобы кто-то сказал что как вам сказать не то чтобы говорят вот там явное мошенничество и и так далее вот но поскольку там близко результаты значит давайте посчитаем чтобы уже точно знать что все по-честному и надо сказать что сам трамп и его команда они очень возмущены почему-то их как-то это отвлекает хотя в принципе сказать ребята ну конечно посчитайте все по-честному вот то как они реагируют наводит на мысль о том что она может быть не совсем по-честному что ли в чай почему их так зацепило я не знаю она им не мешает там но где-то кто-то считает но занимайся своими делами там собирай команды чё так переживать но во всяком случае да они же месяцами нагнетали в стране обстановку что выборы могут быть нечестными у нас никто никогда не не усомнился в честности выборов вот сколько я тут 26 лет живу никогда не было разговора что выборы нечестны и началось это с трампа и соответственно не аудитория такая тоже которая про такая трамповская она вот теория заговора там сильно присутствует у них голова все против него естественно ну и соответственно он это все сделал и вдруг теперь когда кто-то говорит давайте посчитаем вдруг такая болезненная реакция он же готовился сам к этому вот представьте себе что он бы проиграл он же это уже сказал я еще не не буду вам говорить признаю я результаты или нет я вас поддержу в подвешенном состоянии вот то есть если я могу себе представить что было бы если бы было наоборот но во всяком случае так странно тут да он еще нервный такой оказался в смысле он всегда был нервный но видимо вот этот разрыв увеличивающийся в общем голосование между ним и клинтон он уже перри превысил 2 миллиона вот вчера было два и две десятых миллиона голосов это приближается уже к двум процентам это не то чтобы это как-то может повлиять на то кто кто занимает пост президентским об этом речи нет но речь идет о том либо тебя избрал народ и у тебя есть мандат и ты пришел чтобы вот это вот это вот это либо у тебя нет этого мандата а ты пришел ну так сложилась система она ну такая система вот эту сверху хотя мандат у тебя точно нет и вот это его как бы достает видимо нервирует я не знаю сегодня он договорил вчера он договорился до того что он и в общем голосовании выиграл если убрать миллионы нелегальных иммигрантов которые значит против него голосовали силу вот нарушения там правил игры и то есть мы видим снова прежнего трампа который неравновешенный истеричный неадекватный такой вот человек булшета дешевого так вроде две недели держался даже не не петельных месяц можно сказать две недели до выборов две недели после так хорошей форме был и вдруг на тебе вот от себя не уйдешь но посмотрим что дальше будет так что посмотрим я уже пока тот вас развлекал приехал на рабочее место вот она наша школа и зеленый свет это же надо так чтобы столько счастья и все одному человеку до приехал я на работу буду снова входить в рабочее состояние на сказать что за четыре дня как-то так знаете уже забываешь где ты работаешь и и вообще на каком-то свете это очень большой такой перерыв но друзья мы справимся мы справимся вот сейчас уже 10 47 то есть у меня есть 13 минут до 11 чтобы пойти в онлайн все друзья на наш ларек информационный вешаем табличку ушла в онлайн буду через два часа счастлива